О! Эндерменчик! Привет! Стой! Ээээ! Чё за помехи? Чё дают? Ой, что это? Так что это за глюки? Какие интересные баги! Ой! Чё за звуки? А? Где я? Салют! С вами снова Слендермен Герон! Который наконец-то обновился до версии Майнкрафта 1.7.2 Который так и называется Слендермен Мод Вот он наш красавец! Виновник торжества! Давайте посмотрим, чё с него выпадает. Я вам расскажу, как с ним встретиться и чё вообще дают. Если что, это не я, это он. И дают нам детские души! Как страшно-то! Окей! Из этих самых детских душ вы можете крафтить разную броню. Что ж, меч Слендермена крафтится из 24 обсидиенов в двух детских душ и одного алмаза. Получаем сразу 17 атаки. Для сравнения, обычный алмазный меч дает нам всего лишь навсего 7 атаки. Несмотря на то, что разработчик уверяет, что убить его можно только алмазным мечом или мечом эндермена, в принципе он прекрасно получает урон от любых других мечей. Хоть железных, хоть золотых. И мне ужасно надоело эту курицу. Такие вот дела. Окей! Ну а вот так у нас крафтятся штаны Слендермена. Осталось только выяснить, как у него делается рубашечка. Вот таким образом мы получаем тапочки Слендермена и нам понадобится одна детская душа, два алмаза и два куска кожи. Ничего сложного. В принципе, честно говоря, пока я тестировал мод, выяснилось, что в полном броне Слендермена этот Слендермен убивает очень быстро. Самая, пожалуй, ценная вещь, которая здесь есть, это, конечно, маска Слендермена, которая вас полностью избавляет от всех негативных эффектов, которые она вас накладывает. Конечно же, если вы подходите слишком близко к Слендермену, начинают возникать вот эти все его фирменные помехи. Для того, чтобы их увидеть, давайте сними маску и увидим. Но днем, как говорится, это создание совершенно неактивно. Он действует только по ночам. Спавнится он в специальных данжах под названием Слендермен Шрайн, что можно перевести, как какой-то храм Слендермена. И там есть специальная установка, которая выглядит следующим образом. Сейчас я вам даже ее скрафчу. Во-первых, там есть вот такой тотем из двух обсидиана, и сверху ставится Слендермен Спавнер. Благодаря этой установке Слендермен спавнится где-то в определенном территории от этого данжа. Вам все, что вам остается, это просто находить такие данжи и ломать спавнеры, и Слендерменов в мире станет еще меньше. Но из них будут выпадать детские души, из которых вы будете крафтить себе броню для борьбы с этими Слендерменами, ну и так далее. И, конечно, много часто пугаться. Я не знаю, как можно таких симпатичных чуваков пугаться, но да ладно. Окей, поехали дальше. Давайте выясним, как делаются штаны. Таким образом у нас крафтится непосредственно рубашечка Слендермена из пяти алмазов, из двух шерсти, причем любого цвета, кусочка редстоуна и еще одной детской души, то есть еще одного Слендермена для этого нужно заварить. Давайте выяснять самое вкусное, как крафтится маска, которая крафтится из четырех детских душ, четырех кусков кожи и одного из слезы гаста. Ничего не скажешь, очень дорого. Ну что ж, теперь давайте выяснять, сколько этих самых душ выпадает с одного среднестатистического Слендермена. Да, как только вы убиваете одного Слендермена, тут же спаунится на его месте другой, как раз от ближайшего такого спаунера. Погнали! Ну что ж, я убил еще несколько десятков Слендерменов и выяснилось, что вне зависимости от того, какое вы оружие использовали, меч Слендермена, алмазная меч там или вообще просто железная, из них все равно выпадает лут почти из каждого, причем всегда одна детская душа. Но, есть очень хорошая новость, вы можете зачаровать свой меч на обычное, абсолютно обыкновенное зачарование добыча. У меня, например, добыча 3 и с них выпадать будет не одна душа, а по 2-3 штуки. А также я хочу напомнить, что Слендермена двигается только так, когда вы смотрите либо в другую сторону, либо просто повернуясь к нему спиной. Если на него смотреть, он будет стоить неподвижно, как статуя. Окей, также у него есть способность ломать всякие источники света. Например, глустон, например, факела. Также он может ломать всякие разные двери. Давайте мы тут поставим много-много дверей. Как их называют еще? Люки. Вот такие. Мы еще поставим ему еще люк сюда. Вот сюда. Ну и, конечно же, любимый тест на темноту от Геронкрафта. Мы берем лаву. Тоже источник света, между прочим. Теестно, сможет он уничтожить лаву или нет? Окей, теперь я начинаю двигаться. Так, сломал дверь. Номер один. Еще одну дверь сломал. Какие-то у нас звуки громкие. Сейчас мы немножко. Не, нормальные звуки. Бегаем вокруг. Я тебя не видел. Так. И что он тут сломал? Двери он хорошо ломает. Ломает факела. Вижу криперов. Еще одну дверь сломал. Лулстоун, ты будешь ломать или нет, чувак? Мы хотим знать правду. Всю правду о Сландермене. О, телепортируется. Да, ломает. Ай. Вот и все, что можно рассказать об этом замечательном, страшном, бесстрашном моде. Так вот, обязательно подписывайтесь, если вам здесь понравилось, потому что у нас не каждый день выходят такие упоротые ролики, поэтому обязательно заберите, загляните в плейлисты канала, где все эти моды заботливо были рассортированы, чтобы вам быстрее и проще было найти все нужное. А также вы можете подписаться, поставить лайк, поместить это видео избранное, поделиться им в социальных сетях, ну и то и написать что-нибудь в комментах. Как говорится, выбор большой. Благодарю вас за просмотр. До новых встреч, мои уважаемые зрители. А я буду тут продолжать развлекаться с этими замечательными Слендермяшками. Ха-ха. Вث. Субтитры сделал DimaTorzok